У нас разговор идет о городах будущего и, в общем, достаточно вот таком пытаюсь я его, по крайней мере, вести в практическом сегодня плане, потому что перед короткой паузой была нарисована, ну, такая традиционная, более-менее идеальная схема о городе инноваторов, где существуют инноваторы, существуют люди, которые эти инновации развивают, существует система образования и молодежь, которая подхватывает эстафету, и существует бизнес-прослойка, которая оценивает валидность. Ну вот, Игорь, у меня возникает вопрос, ну, да, как модель это очень красиво, такой своеобразный город солнца, а в реальности поедут ли люди в такие города, кто поедет в такие города и откуда поедут, откуда возьмутся эти люди? Вопросов много, давайте по порядку попробуем. И все очень практические. И я думаю, что те очень практические люди, которые такого рода проекты инициировали в нашей стране, они тоже задаются этими практическими вопросами, и у них есть некоторые представления об этой возможной мотивации, например, тех самых умников, которые приедут в эти города. — И не только умников. — Да-да-да, конечно. И друзей умников. — Нет, вы нам сказали, что помимо... То есть умники, скажем так, в разных стилевых группах, в разных категориях ума. — Так вот, еще давно довольно, значит, были и некоторые исследования, и, соответственно, какие-то теоретические разработки, основанные на опыте подобных городов, которые были в разных странах раньше. Ну и в Советском Союзе мы знаем про наукограды, которые в чем-то несли себе черты вот этих будущих городов инновационных. Так вот, выяснилась некая иерархия мотивов, которая двигала людей для того, чтобы они появились в этом городе, и не просто появились, жили и работали интенсивно. И первый мотив обычно, который приходит на ум, материальный, то есть высокая оплата, солидные гонорары и так далее. На самом деле, как выясняется, это пятый по счету мотив, если можно так выразиться. — Это очень интересно. Это результаты социологического обследования, да? — Да, в некотором смысле. Конечно, безусловно, он важный мотив, но он не самый главный для этой аудитории, для этой группы. Если двигаться как бы дальше по этой лесенке, то следующий идет мотив — это мотив социального комфорта. — И то есть куда по этой лесенке? Вверх? Вверх, вверх, вверх. — Да. Это мотив социального комфорта. Имеется в виду, что, безусловно, такой город будет привлекателен для вот этих потенциальных жителей, если он будет обеспечивать более высокий социальный комфорт и более высокую безопасность. Кстати, некоторые теоретики, так скажем, этого направления, они во многом даже говорят о том, что некоторых умников надо просто эвакуировать в такого рода города из ныне существующей агрессивной среды, в которой они живут. Третий мотив, опять же, если повышая градус, это мотив социального статуса. То есть, конечно, и движение в карьере очень важно. Между прочим, если мы вспомним создание, например, Новосибирского городка, Академы городка, там ведь тоже во многом этот мотив был серьезный, потому что многие люди, которые не видели перспектив довольно динамичной мобильной карьеры в московских академических институтах, они видели такие перспективы в сибирском отделении. И более того, эти перспективы реально и осуществлялись. Следующий мотив. У нас прямо вторая категория. Вторая категория. Гораздо более важный всех этих материальных, социальных и прочих вот таких престижных вещей. Это мотив творческий. По большому счету, самое главное, что двигает такого рода людей, это мотив творческой, профессиональной реализации. Если эти города будут предоставлять такую возможность, то это, безусловно, будет мотивировать движение. И, наконец, последний, самый высокий. Творческая реализация существенно в разы повышается по своей эффективности и интенсивности, если она включена в такой контекст, когда этот человек ощущает великую миссию. Он не просто участвует в какой-либо научной деятельности, он создает что-то такое, что войдет в историю. Большой проект. Конечно, амбициозный проект. Мы вспоминаем те же самые наши атомные городки, когда люди туда приезжали, они фактически выключались из социальности обычной, но, тем не менее, они осознавали такую свою великую миссию, они участвуют в таком деле, которое заведомо обречено фактически... Они становятся историческими акторами. Вот эта иерархия, вот эта, как бы, пирамидка, так скажем, этих мотиваций, она, в общем-то, и подтверждается многими исследованиями. Вопрос в том, насколько она будет обеспечена, вот эта система этой мотивации будет обеспечена... Я себе позволю повторить ее. Очень интересная иерархия, тем более она основана на данных социологических опросов и достаточно, как я знаю, большой проделанной работе. Итак, на первом месте миссия, участие в некотором историческом проекте. На втором месте творчество, желание реализовать свой творческий потенциал. Третье, социальный статус, повышение социального статуса. Амбиция тоже. Четвертое место, социальный комфорт, безопасность. И, наконец, пятый аспект, ну, в жизни есть жизнь, финансовый. Безусловно. Вот вопрос в том, что такого рода мотивация, она, конечно, непростое дело и, безусловно, требует довольно серьезной работы тех самых управленцев, да, которых, я говорил, не случайно сейчас довольно развивается тема проблематикой интеллектуального продюсирования. То есть должны появиться люди, которые могут работать вот с такими мотивациями, именно привлекая такого рода людей креативных. Подчас уникальных людей. И самое главное, самое главное, имеющие технологии их сборки. Мы понимаем, что человек такой, который вот он с большим, как сказать, потенциалом такой самости, да, творческости, он ведь довольно тяжело входит в такое серьезное взаимодействие с другими такими же людьми. Не случайно я все время привожу такой образ, метафору интеллектуального термоядерного синтеза, где каждый интеллектуал — это такой протон, который очень тяжело соединить с другим еще таким же протоном. Они отталкиваются, потому что они каждый из себя велик. И вот тот продюсер, который сумеет соединить несколько таких протонов, чтобы они дали вот эту самую великую энергию групповое коллективного творчества, фактически вот этот интеллектуальный синтез, он, конечно, добьется очень большого результата, и это тоже, вообще-то говоря, задача нетривиальная. А может быть, здесь возникает проблема какой-то комплексности? То есть я вот размышляя, думая, воспринимая ваши слова, я представляю себе модели, когда в одном месте пытаются собрать интеллектуальную элиту. Одна часть этой интеллектуальной элиты, ну, скажем так, инженерно ориентированная, другая — бизнес-ориентированная, третья — гуманитарно ориентированная, третья имеет какие-то творческие разработки. Но не будет ли здесь вот перегрузка подобного социального реактора, о котором вы говорите, может быть, здесь оптимальнее окажется создание комплекса таких поселений, архипелага, то есть комплексный подход? — Ну, это совершенно очевидное движение мысли. И, конечно, сейчас многие коллеги говорят уже не о собственных городах конкретных, там, вот, Новоградах, информационных центрах, а сразу говорят о сети креативных поселений, сети интеллектуальных поселений. Причем различного качества, различной цветности, пестрой, разнообразной. — Но создаваемых в комплексе, в известной степени дополняющих друг друга, несущих некоторые, как бы, связанные между собой миссии. — Ну, это очень важно.